Девять часов и сорок, три минуты точное время в нашей стране, вы слушаете полный вперёд на русском радио. И сегодня у нас в гостях, как приятно говорить эти слова, народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьёва. Доброе утро, Ирина Вадимовна. Доброе утро. Доброе утро. Очень рады, что мы наконец-то до вас дозвонились и наконец-то вы в нашем радиоэфире и хотелось бы с вами пообщаться. Ну, давайте, с удовольствием. Первый вопрос мы всегда задаём нашим гостям. Как у вас дела? Слава Богу. Где мы вас застали, конечно, если это корректный вопрос? Пью кофе. Дома? Дома. Прекрасно. Сегодня у меня выходной день. То есть мы практически вас разбудили? Нет, нет. Ну как, для артиста утреннее время, я понимаю, это святые часы. Обычно артисты спят до полудня? Никогда. Что? Наоборот. Вот, расскажите, когда... А это ведь артисты разные бывают. Как рано споём, что я сегодня позволила себе до девяти. До девяти? Да. Прекрасно. Хотелось бы в нескольких словах хотя бы узнать о ваших творческих планах, ну и насколько нам известно, вы планируете посетить нашу страну тоже? Ну вот, мечтаем, можно сказать. Довольны с вами, это мечта? Я работаю в Малом театре, если о планах, да? Да. Я работаю в Малом театре, играю там вот в репертуарном театре свои спектакли. И ещё плюс есть вот эта антреприза, которая называется «На струнах дождя». Вот этим я, собственно, и целыми днями занимаюсь. Скажите, ну антреприза для артиста – это как возможность себя, как сказать, реализовать в ещё каких-то красках, да, помимо основной работы? Или всё-таки возможность заработать деньги? Ну, вы знаете, как-то вот меня как-то учили всегда, что когда начинаешь вообще о деньгах думать, это стыдно, что точно. Это что-то нехорошее. Хотя это, конечно, глупо, потому что, ну, в общем, я не для того, чтобы зарабатывать деньги, конечно, пришла. Я пришла для того, чтобы играть, чтобы у меня не было свободного времени. Потому что дети выросли. Много свободного времени стало. В театре у меня небольшая загрузка, поскольку чем ты народнее, тем у тебя спектакли меньше. Понимаете, вот эти молодые, они там с утра до ночи, ну, так и мы делали в своё время. А сейчас, к моему возрасту, я там должна четыре спектакли сыграть или шесть. В месяц? Ну, да. А всё остальное время, что мне делать? Ну, в общем-то, да, действительно, что ещё делать? Поэтому выбрали хорошую роль. Выбрала. Ну, вот и слава богу. Ну, расскажите немножечко об этом спектакле. О роли в этом спектакле. Что мы увидим? Вы увидите на сцене бесконечно говорящую женщину в моём лице. И удивляются, как я выучила столько текста, я сама удивляюсь. Она всё время говорит, 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 потому что она совершенно не может быть одна. И она, ей обязательно нужен человек, с которым надо разговаривать. Ну, это, мне кажется, такой... А уже служанка, которая с ней живёт, её, думаю, проявится, уже не может с ней разговаривать. Она ищет любую возможность кого-то затащить и начать разговаривать. И вдруг входит молодой человек. И дальше разворачивается история. Ирина, скажите, как... Совершенная история, которую никто даже не может догадаться, как закончится. Угу. Ну, все, кто придут, все увидят, как закончится. Вот хочется узнать, когда вас ожидать в наших краях. Ой, боже мой, я не помню. Ну, это, по-моему, даже в феврале месяце. А, 3, 4, 5, 6, 7. Вот тут у меня так написано. 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Да, вот так написано. Отлично написано. Скажите, пожалуйста, а что насчёт кино или сериалов? Есть ли какие-то подвижки в эту сторону? Или вы решили этим больше не заниматься? Подвижки? Хорошие слова. Я недавно его вычитал в словаре. Какое-то слово, можно сказать, заводское. Ну, простите, пожалуйста. Александр так любит юморить, хохмить. Да. Нет, я сейчас нигде не снимаюсь. В кино у меня даже и нет предложений. А сериалы есть, но это даже не стоит тратить время на это. Понятно. Жалко. Ну, тем не менее, будем ждать вас в нашу страну. Будем смотреть на вас лично на сцене. На женщину, которая много говорит. У меня ещё один маленький вопрос, если, конечно, позволить. Давайте, давайте. Если тактность допустите. Я всегда спрашиваю наших именитых гостей, поют ли они по утрам по телефону? Круглыми сутками. А вот можно попросить вот сейчас народную артистку России Ирину Муравьёву, которую любят все наши слушатели, исполнить хотя бы пару строчек из чего-нибудь вот того, что сейчас приходит вам на ум. Много ли нужно поле досад умного мужа, ласковый взгляд, полная чаша тайных услад, тихое счастье окнами в сад. Вот так. Браво, 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 браво. Спасибо. Спасибо. Российская Россия. Ирина Муравьёва в прямом эфире на Русском радио Эстонии. Спасибо огромное вам. Удачи. Всех благ. Да. Здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. Удачи. Надеюсь, до встречи. Пока. До свидания. Субтитры подогнали Симон.